Слово для доклада присоединяется к Кирилл Ивановичу Иркову, научному консультанту, кандидату технических навыков. Дорогие товарищи, я бы хотел остановиться на исторических аспектах связи коллективного договора и забастовочной борьбы. Но перед тем, как этот вопрос раскрыть, хотел бы обратить ваше внимание на такую достаточно очевидную вещь, которую многие здесь присутствующие, наверняка все здесь присутствующие, понимают и знают. О том, мы вот говорили в предыдущих докладах, мы слышали вопрос о праве, о том, имеют ли работники, организации право на что-либо. Но вообще эта категория права связана с понятием государства и с тем, чьё на данный момент кому принадлежит это государство. Если мы говорим о государстве буржуазии, о государстве, будем называть его государства работодателей, то право – это возведённая в закон воля господствующего класса. То есть, этого самого класса буржуазии, класса работодателей. Что произошло с течением времени, с течением истории? Сначала буржуазия просто непосредственно возводит в закон свою волю, и эта воля получает форму права. Потом, с развитием классовой борьбы, это право модифицируется различным образом. То есть, на самом деле, это право может меняться в связи с классовой борьбой, а также в связи с тем, что сам господствующий класс осознаёт, что что-то он делал до этого не то. Ну вот, если мы обратим внимание на, скажем, XIX век, и на то, какое право господствовало в прогрессивных буржуазных странах в это время, то мы увидим, что, собственно говоря, рабочие, рабочий класс были лишены всяческих практически прав, и существование их можно было бы сравнить с существованием, в общем-то, рабов. Не в том смысле, что это такое же положение, как класса, но в том смысле, что права, никакого, прав особых у рабочего класса не было. И только тогда, скажем, первое фабричное законодательство появляется только тогда, когда сам непосредственно господствующий класс, буржуазий, начинает видеть, что что-то происходит не то с рабочим классом, с тем классом, который он эксплуатирует. И тогда это законодательство начинает впервые меняться. Какие-то преференции получает рабочий класс. Это первый вариант. Ну и второй вариант, как я сказал, это непосредственно борьба рабочего класса за свои интересы, которая шла на протяжении всего XX века, и на сегодняшний день она получила свою реализацию, вся история этой борьбы получила свою реализацию в том праве, которое мы имеем в России, в Российской Федерации. Соответственно, говорить о том, чтобы изменить это право каким-то образом в пользу работника, можно, имея в виду только непосредственно борьбу рабочего класса, которая происходит и может происходить в форме, в основном, забастовочной борьбы. Если мы обратимся к формальному, теоретическому описанию того, что происходит в сфере взаимодействия работников и работодателей, то получается, что свободный рабочий свободно продает свою силу, рабочую силу, а работодатель эту рабочую силу покупает. И то, по какой цене будет продана эта рабочая сила, и на каких условиях она будет продана, этот вопрос решается исключительно, вопрос относится к столкновению двух сил, силы работодателя и силы работника. Потому что работник в своем праве требовать большую цену за свою рабочую силу, он в праве требовать лучшие условия труда, а работодатель в своих интересах и в своем же, опять же, праве требовать давать ему меньшую заработную плату и ухудшать условия труда. Ну и когда сталкиваются два права, как говорит Маркс, все решает силой. Поэтому еще раз повторяю, что работники изменить что-то могут только и исключительно силой. И проявлять эту силу они могут в забастовочной борьбе. Ну и вот если говорить о забастовках вообще, то сама забастовка, сама стачка по своей форме, и это отмечал Владимир Ильич еще в самом начале 20 века, она имеет такую двойственную природу. С одной стороны, если она проводится, то каждая забастовка из стачка показывает хозяевам, показывает работодателю, ну, хозяевам таким, тем, кто мнит себя хозяином на предприятии. На самом деле стачка каждый раз показывает, кто настоящий хозяин на данном предприятии. И настоящим хозяином, естественно, являются рабочие, которые с каждой стачкой, с каждой забастовкой громче и громче заявляют свои права. С другой стороны, всякая стачка и всякая забастовка приносят с собой для работников, для рабочих массу лишений. И на самом деле зачастую лишений страшных, которые можно сравнить, вот Владимир Ильич Ленин прямо сравнивает их с последствиями войны. То есть работник может быть уволен, его семья может голодать, может быть потеря заработка. В то время зачастую работников ждал арест, высылка из города и так далее, и так далее. И несмотря на все эти бедствия, рабочие, тем не менее, и тогда и сейчас презирают тех, кто отступает от своих товарищей и идет на сделку с хозяином. Идет на сделку с работодателем этот, это называется штрейкбрехерством. И сами рабочие, ну, в общем-то говоря, понятно, как относятся к штрейкбрехерам. И, в общем-то, ненавидят штрейкбрехеров, несмотря на все те решения, которые рабочие могут... Которые происходят с рабочими во время стачек и забастовок. Ну и вот получается, что исторически, значит, рабочие, если говорить о соотношении коллективного договора и забастовок, то забастовки, конечно, появляются раньше коллективного договора. И они появляются в такой стихийной форме. Сначала вообще в форме даже аудизма, аудитов и движения просто за разрушение, уничтожение средств производства. Но, на самом деле, вот то, что я сказал о забастовке и о стачке, приводит нас к тому, что рабочие, когда идут на те жертвы, которые влечет забастовка и стачка, должны четко и досконально понимать, а что, какая цель преследуется, когда они проводят эту забастовку или стачку. И цель, которая может преследовать забастовка, она исторически сложилась так, и сейчас вот теоретически мы выражаем этот момент, она, эта цель, излагается в коллективном договоре. Причем, излагается она никак, не в виде и не в форме таких раздельных требований, раздельных суждений, а именно в виде системы требований и системы требований к работодателю. Причем, если мы говорим о системе, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что те требования, которые записаны в проекте коллективного договора, они имеют начало, они имеют завершенные результаты, они имеют взаимосвязь между собой. То есть, еще раз повторяю, это не набросанные, рядом положенные требования, а требования, которые взаимосвязаны и опосредствуют друг друга. Таким образом, если мы говорим о связи коллективного договора и забастовки, то получается, что эта связь двусторонняя. Забастовка не может, ну или не должна производиться без забастовочных требований, которые выражаются в коллективном договоре, а коллективный договор сам по себе, как просто документ и как самоцель, также не представляет никакой ценности для работников. Потому что, ну хорошо, создали работники, создал рабочие, работники, написали проект коллективного договора. Пускай этот проект очень хороший, пускай в нем отмечены абсолютно правильные и прогрессивные требования. Но если с этим, с проектом, они просто приходят к работодателю, работодатель их, естественно, отсылает, и после этого, если борьба заканчивается на этом, то, в общем-то, цели составления проекта коллективного договора достигнуты не были, и коллективный договор повисает в воздухе. То есть, вообще говоря, когда работники, рабочие, пишут проект коллективного договора, они должны иметь в виду, что они готовят, таким образом, забастовку для того, чтобы этот проект коллективного договора стал непосредственным тем актом, который будет обеспечивать и контролировать работу и взаимодействие на предприятии работника и работодателя. Ну и первые исторические примеры успешного продвижения коллективного договора, и причем именно продвижение коллективного договора при помощи забастовки и стачки дает нам 904-й год, стачка, всем известная стачка, на бакинских нефтепромыслах, и по результатам этой стачки был заключен первый коллективный договор, в котором, в составлении которого принимал участие Иосиф Виссарионович Сталин, и он большую роль сыграл в организации стачек и забастовках на бакинских нефтепромыслах. И вообще говоря, если мы посмотрим на текст этого коллективного договора, то он содержит три странички всего. Он достаточно короткий, но при этом, если перечислить, а какие же пункты и по каким же вопросам спорили рабочие со своими работодателями, получается следующее. Это длительность рабочего дня, сверхурочные начты работы, прием на работу, увольнение, условия работы у станка, непосредственные условия, заработная плата и болезни работников. Вот это вот те пункты, которые можно вычленить из этих трех страничек коллективного договора. Ну, если мы посмотрим на наиболее прогрессивный, современный договор докеров, который Александр Владимирович держал в руках, и который содержит 120 страниц, я не только держал, я даже читал, который содержит 120 страниц текста, то мы увидим, что этот коллективный договор содержит, вообще говоря, очень созвучные пункты по организации производства, по обеспечению занятости, по охране труда и здоровья, по рабочему времени, по оплате труда, по социальным гарантиям и льготам, по гарантиям профсоюзной деятельности работников. Ну, вот последний пункт в коллективном договоре бакинских рабочих, он так прямо не просматривается, но все остальные пункты, они так или иначе, уже в зародыши, не развиты в форме, да, они не развиты так, как это развито у докеров, они содержатся в самом первом коллективном договоре, который был заключен в 1904 году. Соответственно, сегодня коллективные договора должны быть наиболее подробно, наиболее полно раскрывать те требования, которые работники выставляют к работодателю, причем эти требования никто не может сформулировать, кроме самих работников предприятий. Какие бы ни были умные ученые, которые написали тома произведений, они никогда не смогут рассказать лучше, чем работник, какие ему нужны перчатки, какие ему нужны, как ему нужно организовать непосредственно взаимодействие у станка, какие аспекты нужно осветить в коллективном договоре, никто это лучше рабочих не знает. Ну вот если, скажем, говорить про договор бакинских рабочих, там прямо указано, каким образом должен работник работать у станка, там детали есть такого рода, но никогда вы не узнаете, пока вы у этого станка не окажетесь, что эти детали нужны. У докеров там вот есть такие детали, как, например, насколько докер-механизатор должен уходить в теплое помещение и греться в зависимости от температуры и скорости ветра. Вот такие есть параметры в договоре первого контейнерного терминала. Таким образом, рабочим нужно писать проекты коллективных договоров, причем эти проекты должны быть очень подробные, и включать все те необходимые рабочему на рабочем месте моменты, которые необходимы ему и облегчают его работу. Ну, давайте рассмотрим дальнейшее движение. Вот как раз мы говорили о праве и о том, как коллективные договора развивались в истории. Вот первое упоминание коллективных договоров на законодательном уровне, как мне известно, произошло в 2018 году, 25 июня. Одним из декретов советской власти было положение о порядке утверждения коллективных договоров, устанавливающих ставки заработной платы и условия труда, которые у меня, может, товарищи поправят, но, по-моему, это первое появление коллективных договоров в законодательстве уже государства. И оно в этом постановлении просто указывается, какова должна быть структура коллективного договора, то есть какие моменты общие там должны быть отражены. Ну и, естественно, об условиях труда, о заработной плате и так далее. Ну и, в частности, там отражены сроки, при которых должен работодатель ответить на проект коллективного договора. То есть мы видим, что вот такие вещи сейчас, то есть такие вещи появляются, вот это положение, оно появилось благодаря действиям рабочего класса, благодаря исключительно социалистической революции, произошедшей в 2017 году. Ну и здесь нужно отметить тот момент, каким образом изменяются коллективные договора, и их взаимодействие, их связь с забастовочным движением после социалистической революции в 2017 году. А изменяется она, эта связь, именно таким образом, что после социалистической революции в экономике начинает бороться друг с другом, начинается борьба о нескольких укладах. И основными укладами являются капиталистический уклад, уклад старого государства, и социалистический уклад. То есть это уклад, который подчиняется целям социалистического производства, и в котором действия происходят в соответствии с планом. Ну и вот договора коллективные и забастовки применяются по-разному, надо сказать, и в практике советской власти они по-разному применялись. В капиталистическом секторе экономики и социалистическом секторе экономики. Если в капиталистическом секторе экономики цель основная и цели основные были связаны с теми же целями, которые преследуют коллективные договора и забастовки при капитализме, и в постановлениях съездов партийных об этом прямо говорилось, что на капиталистических предприятиях основным оружием работников должна служить именно забастовка, то про социалистический сектор хозяйства речь шла следующим образом. Вот из постановлений 11-го съезда РКПБ, в формулировках которых, в которых участвовал, и, собственно говоря, эти формулировки, основу этой формулировки заложил Владимир Ильич Ленин, указывается следующее. Очевидно, что конечной целью статичной борьбы при капитализме являются разрушения государственного аппарата, свержения данной классовой госвласти. Я отмечу, что здесь даже более четко ставится и жестко ставится вопрос. То есть цель статичной борьбы не просто достижение каких-то, не улучшение условий труда работников, а разрушение государственного аппарата. На минуточку. А при пролетарском государстве переходного типа, переходного типа имеется в виду государстве, которое действует в условиях переходного периода от капитализма к социализму. А при пролетарском государстве переходного типа конечной целью всякого выступления рабочего класса может быть лишь укрепление пролетарского государства и пролетарской госвласти путем борьбы с бюрократическими извращениями этого государства, с его ошибками и слабостями, и с вырывающимися из-под его контроля классовыми аппетитами капиталистов. Отсюда следует, что применение стаичной борьбы в государстве пролетарской госвластью может быть объяснено и оправдано исключительно бюрократическими извращениями пролетарского государства и всяческими остатками капиталистической старины в его учреждениях. С одной стороны и политической неразвитостью и культурной отсталостью трудящихся масс, с другой. То есть, когда мы говорим о социалистическом секторе промышленности, или уже о государстве, в котором построен социализм, то забастовки там могут случаться, они не запрещены формально, запрещения на них нет. Но и теоретики партии полагают, что эти забастовки случаются исключительно в связи с тем, что произошли какие-то бюрократические извращения. На местах администрация что-то не доработала, чего-то не сделала, что-то не разъяснила трудящимся, профсоюзы не выполнили свои функции. С одной стороны, а с другой стороны, трудящиеся, может быть, проявили где-то излишнее рвение, не пошли, имея, собственно говоря, поскольку государство принадлежит им, и государство является государством диктатуры пролетариата, у трудящихся есть другие механизмы в условиях государства диктатуры пролетариата для разрешения своих насущных проблем и вопросов, коли такие возникают. Поэтому забастовка полагается не самым лучшим решением в таких условиях. Да, ну и вот на 14-м съезде также эта мысль проводилась. Забастовка, помимо и безведомого союза, имеется в виду профсоюза, всегда является указанием на его беспринципную политику, на разрыв между союзом и массой, на общую слабость союзной работы на данном предприятии. Сама стачка должна явиться лишь в результате невозможности разрешить спорный вопрос иным мирными путями. То есть при диктатуре пролетариата в советском государстве должны сначала использоваться все возможные мирные пути. Ну а что же происходит с коллективным договором при советской власти? Может быть, коллективный договор уже не нужен на предприятии, может быть, это такая формальная бумага. Оказывается, что нет, коллективный договор по-прежнему определяет огромную сферу жизни всего предприятия и в частности, вот тоже здесь в постановлениях 14-го съезда можно найти такой пункт по поводу коллективного договора. Обсуждение коллективного договора в его важных частях на широких собраниях рабочих должно стать правилом лишь в процессе широкого обсуждения коллективного договора всеми членами союза, на которых он распространяется. Будут ясны для каждого рабочего условия, определяющие высоту его заработка и необходимость выполнения тех обязательств, которые возлагаются на него коллективным договором. То есть коллективный договор по-прежнему выполняет очень важную функцию на предприятии. Пункты коллективного договора должны проходить обсуждение в коллективах, на собраниях коллективов. Ну и работники должны, по крайней мере, быть знакомы с коллективным договором, а формально здесь есть вещество о том, что они его должны штудировать. То есть для них должна быть такая настольная книга, коллективный договор, которую они должны штудировать. Ну и если мы возвращаемся в сегодняшний день, в условиях, когда господствует буржуазия, когда государство выполняет и определяет интересы работодателей у рабочих, у работников предприятий, основным инструментом борьбы за свои права должна стать забастовка. И для того, чтобы эту забастовку правильно проводить и определять правильно ее цели, работники должны составлять проекты прогрессивных коллективных договоров и на основе этого бороться за улучшение условий труда. Ну и вот я хочу присоединиться здесь к Денису Борисовичу о том, что он говорил. Собственно говоря, мы видим в политическом поле, ну если говорить про буржуазные партии, хотя вот тут даже я бы так сказал, буржуазные партии наоборот некоторые призывают работников бороться на предприятиях. Я слышал такое из уст членов единой России, даже от единой России вы такое можете услышать. А они когда говорят, что вы хотите поменять наше законодательство, нет, идите боритесь на предприятиях сами. То есть они это говорят, предлагают работникам это делать. А есть иные левые организации, называющиеся левыми, которые вообще говорят, что борьба за бостовочная борьба, борьба за коллективный договор, это где-то там третья ненужная совершенно вещь, и те, кто к ней активно призывают, они оттягивают населя и уменьшают значение той политической борьбы, как будто бы, которую ведут эти левые организации. Ну и вот рабочая партия России призывает всех работников, всех предприятий составлять прогрессивные коллективные договоры, бороться за заключение этих коллективных договоров и обращаться в рабочую партию России в случае, если товарищам нужна поддержка на этом пути. Спасибо. Уважаемый товарищ, мы планировали провести конференцию два часа, ну и как видите, основные докладчики очень постарались, может нас за это, конечно, укрикнуть, но с другой стороны мы готовились, поэтому я думаю, что если выступать, то достаточно кратко до шести, имея в виду, что неформально, а по существу многие вещи, которые будут рассматриваться завтра, это связано с тематикой нашей конференции, и уж там вы будете выступать. Да, конечно, вы регламенте, который вы сами установите, но будете выступать обои. Пожалуйста, кто хотел бы, с учетом того, что я сказал. У меня есть вопрос. У нас. Доклад был Денисом Борисовича. Тихотерева. Вот, говоря о законности и незаконности забастовки, то есть мы, как бы, ну, хочется понимать ответственность. То есть, законность или незаконность, она должна подразумевать ответственность за незаконное проведение забастовки. Вот о какой ответственности, и кто эту ответственность, так скажем, должен будет нести за организацию незаконной забастовки, Который может быть незаконным. Хороший вопрос. Вопрос больше к юристам и юридических наук. Насколько я понимаю, что рядовой работник не может нести ответственность и не несет по закону за участие в незаконной забастовке. Если он приступил к работе после того, как забастовка была приземлена. Если он продолжает участвовать, то здесь он понесет ответственность административную. Не скорее всего, а точную. Неуголовное. Продолжение уголовное, если он что-то вынесет с завода, при этом в счет заработной платы, тогда он понесет уголовную ответственность. То есть, надо понимать, что пока забастовка не признана незаконной, она является законной по умолчанию. Если вы приступили к работе, никакой ответственности вы не понесете. Но это не значит, что работодатель не будет применять потом, так сказать, мерки каких-то. По-своему усмотрению. Можно я еще продолжу тему, которую вы начали, и которую Денис Борисович. Денис Борисович отмечал, и вы здесь продолжили, то, что есть законные забастовки, да. То есть, забастовки, которые считаются в соответствии с законом забастовок, и эта норма распространяется не на всех работников у нас, в России. Хотя, есть противоречия, потому что есть конституционное право на забастовку. Как может быть право, так сказать, конституционное, быть нарушено какими-то оговорками. То есть, это же норма прямого действия. Но, тем не менее. Значит, я бы вот что хотел здесь отметить, что надо правильно понимать, что не все... Что такое забастовка? Забастовка – это форма коллективного действия. Значит, мы говорим о этой форме коллективного действия, но это не единственная форма коллективного действия. Вот я на что хотел бы обратить ваше внимание. Что есть другие коллективные действия, которые не подпадают под понятие забастовки. И вот те категории работников, о которых говорил Денис Борисович, авиадиспетчеры, так далее, так далее, они, так сказать, никогда не бастуют. Но диспетчеры не, скажите, хотя бы одну забастовку провели диспетчеры. Может быть, в начале 90-х годов, когда не было этого закона, о том, что они не имеют права бастовать. После этого они ни одной забастовки не привели. И, тем не менее, добились очень хорошего коллективного договора и высокой зарплаты в том числе. Как это произошло? Они никогда не бастовали. Но они всегда осуществляли коллективные действия по своим результатам, эквивалентные забастовки. Вот я сформулировал, ничего не пропускают, но и упрощают. Они никогда не бастовали, но они всегда совершали коллективные действия. А какие коллективные действия? Которые вполне согласуются с трудовым законодательством. Скажем, значит, трудовое законодательство предписывает, что человек обязан есть. Нет, не предписывает. Вот они и не ели. Вот они и не ели. А дальше выяснялось, что у них изменялось давление, их не допускали к этому делу. Они нарушили трудовое законодательство? Они бастовали? Ни в коем случае. Им запрещено бастовать. Они не бастовали. Трудовое законодательство запрещает провести перед началом смены кросс 5 километров. Не запрещает. Это коллективное действие. Они его проводили. Они даже его не проводили. Они даже не побежали. В некоторых случаях мы все время подчеркиваем, что коллективные действия или, ну я бы сказал, коллективная здесь забастовка или угроза ее применения в прямом смысле тексте, а можно сказать, или перспектива его применения. Они, так сказать, помогают достигать таких результатов. Вот поэтому мы ни в коем случае не говорим трудящимся, что не надо рассчитывать на что-то такое. Если у вас изъято право на забастовку, конституционное право, это, конечно, выпьет. Но, тем не менее, если у вас право изъято, не надо полагать, что вы полностью лишены возможности добиваться своих интересов. У вас всегда остается право на осуществление коллективной действий, потому что право не все регулирует. Когда мне есть, когда я захочу. Когда хочу, тогда я ем. Я понимаю, на производстве может быть регламентированный перерыв. Вот там, Андрей, вы обедаете вот в такое время. Это завоевание, чтобы не забыли. Но уж в мое нерабочее время я могу заниматься тем, что я хочу, если вот я не совершаю каких-то противоправных действий. То есть не все же регламентироваться законом. Так вот, надо проявлять выдумку и призываем работников. Подчеркиваю, что коллективный договор никогда не будет принят без коллективных действий. В форме или забастовки, да, или в форме других коллективных действий, которые по своим последствиям эквивалентны забастовки, хотя они полностью согласуются с трудовым законодательством. И в этом смысле ничего не противоречит. Вот на что бы я хотел обратить внимание. Я соглашусь с Александром Владимировичем, действительно, и хотел напомнить о такой форме, которая в некоторых странах считается забастовкой. У нас она не рассматривается как забастовка, это работа по правилам. Конечно. Какая же забастовка? В некоторых странах она прямо запрещена как форма забастовки. Запрещена работа по правилам. У нас разрешают пока. Но не замедление работы. Есть еще вариант замедления работы, он относится уже к собственной забастовке. Потому что это частичное прекращение работы. Уважаемые товарищи, значит, разрешите тогда засчитать проект рекомендации нашей конференции, как мы обычно делаем. Рекомендации, научно-практические конференции, коллективный договор. Так, прошу прощения. Скажите, вот надо нам заключительное слово? Мне кажется, товарищи оба задавал вопрос, который вот как-то висел. Вот действительно, вот это вот надо было об этом сказать специально. А еще что-то надо нам? По-моему, я вот больше не вижу необходимости. Что-то сказать в заключительном слове. Потому что завтра входит заседание. Да, потому что уважаемые товарищи, я хочу сказать, что вот мы знали, что мы должны делать доклады. Но не мы говорили о том, о чем будем говорить. Не согласовывались к позиции, но увидели, что позиции выступавших были принципиально одинаковые. Да, то есть это вот говорит о том, что мы в одном русле, в соответствии с одной программой действуем. Ну, это, наверное, все те, так сказать, говорит о достоинстве тех, кому доверил Российский капитет рабочих осуществлять научные консультации. Итак, рекомендации научно-практической конференции. Коллективный договор как система забастовочных требований. Конференция отмечает, что коллективный договор должен содержать нормы, конкретизирующие улучшение положения работников по всем аспектам деятельности предприятия, затрагивающим их интересы. В организации производства, обеспечении занятости, охране труда и здоровья, сокращении рабочего времени, повышении реальной заработной платы, развитии социальных гарантий и льгот работникам, а также укреплении гарантий профсоюзной деятельности. Коллективный договор, отвечающий своему понятию, может быть заключен и осуществлен только в результате, в скобках, или в условиях реальной перспективы коллективных действий работников, согласующихся с трудовым законодательством. Я вот на этом остановлюсь, потому что коллективные действия могут перекрыть, и трассы, и так далее. Но мы вообще-то рекомендуем, если уж надо будет перекрывать, и вы его сочтете нужным, или кто-то сочтет нужным, да, как там в Пикалёве что-то делать, да, перекроют, не считаясь этой рекомендацией. Но мы рекомендуем, вот, обращаю ваше внимание, осуществлять такие коллективные действия, которые, как правило, согласуются с трудовым законодательством. Поэтому успешная борьба за прогрессивный коллективный договор проводится сильным профсоюзом, то есть способным реализовать конституционные права на забастовку. Конференция рекомендует работникам создавать и развивать сильные профсоюзы. Вот с силой здесь звучало, по-моему, от всех докладчиков, от всех. И сила способность считать коллективные действия, которые приводят к реализации коллективного договора. Значит, я по общему правилу предлагаю рассмотреть возможность принятия за основу. Понятно, что какие-то детали с голоса не вводишь, но принципиально можно. Могут ли участники конференции это поддержать? Прошу поставить это на голосование. Кто за? Чтобы принять за основу эту рекомендацию. Спасибо. Насколько я понял, это единогласно. А можно спросить еще? Да. А как часто можно проводить незаконные забасты? Нет, не нету, что почему бы их одну за другой не проводить? Пусть разбирается, когда она будет. Да, зачем вы делаете упор на незаконные? Это уж пускай они... Нет, делать как полагается. Мы всегда... Мы признали незаконно, но вторую такую подготовили. Мы исправили ошибки. И мы считаем, она опять законна. Вторую. Я думаю, что вот та идея, что надо всегда держать в загашнике, что называется, еще одно требование, которое на твое но. Вот в соответствии тому, о чем вы говорите. Вы за это требование посчитали, что мы что-то не так сделали. И хорошо. Мы вот больше... Даже можем сказать, забыли все это. Вот у нас другое требование. Давайте мы пойдем сюда. Да, мы исправимся и будем подругаться. Ну верно. Потому что убить еще коллективный договор, он будет еще жестче для этого. И каждая следующая забастовка с более жесткими коллективными требованиями в договоре. Вы выбираете... Чем дальше, тем хуже. В целом, я за коллективные договоры, или за какое-то требование. Их целый вагон этих требований выставляет. В хорошем коллективном договоре всегда можно найти то, что не выполняется. По хорошему проекте, да? Наверное. Хотя я не знаю, кто-то знает незаконных забастовок. Это широко распространенная практика. Что-то я не знаю. Дело в том, что законных забастовок настолько мало, что признать их незаконными просто нечего признавать. Вот как-то так. То есть, если вы процедуру проведете до конца, я думаю, что суд очень долго будет думать. Если вы все сделаете по правилам, просто нет прецедентов даже по большому счету. Если говорить по опыту других стран, то рассматриваются вопросы. Во-первых, действительно ли ваша забастовка проводится в интересах заключения коллективных договоров? То есть, хотите ли вы на самом деле разрешить трудовой спор? Или вы хотите уничтожить работодателя, стереть с лица земли, его бизнес и так далее? То есть, если вы не хотите, или в результате удовлетворения ваших требований, если предприятие не закроется, то, в принципе, никаких оснований признавать ваши требования незаконными нет. Ну, и еще заканчиваю. Мы вспомнили все здесь о виде спичеров. Вот Сергей Анатольевич Ковалев, всеми нами уважаемые, всегда говорят, что нет законных и незаконных. Забастовка говорит успешно или неуспешно. Вот он так очень делит. Что если успешно, это во всех отношениях успешно, да? Такой вопрос. Вот чтобы нам заключить, я понял, что чтобы нам заключить коллективный договор, нужна коллективная борьба, а не борьба, вот, одиночка, да? Вот, но вот, очевидно, я думаю, многие со мной согласятся, что на данный момент большинство, скажем так, даже я не побоюсь утверждать, что в большинстве рабочих коллективов коллективно бороться не готовы морально, скажем так, да, или, ну, по тем или иным причинам. Вот что вы можете сказать рабочим, которые небезосновательно опасаются лишений, связанных с борьбой, кто отрицает саму возможность получения какой-либо пользы от борьбы, кто надеется там, что на их век хватит, кто надеется на, там, хороших и правильных людей со страны, там, или среди начальства, вот, которые будут блюсти интересы, там, народа вообще, и, ну, проще говоря, надеются на хорошего барина. Вот кто надеется взять свое, при этом живя по принципу «майна хата с края». Вот, в общем, как бы вы, вот так это, разбудили сознание рабочих, как приведите доводы, нарисуйте перспективу, что будет, если бороться, и что будет, если не бороться. Вот так. Ну, Никит, это интересный вопрос. Я, конечно, длинный вопрос. Нет, ну, вообще... Тема для отдельной конференции. Нет, у нас как раз вот эта тема нашей конференции. Мы сказали, для чего нужно коллективно бороться в первую очередь. Пока, в первую очередь, это первая волна, о которой мы говорили, нужна для своих товарищей. Вот хотите так жить? Ну, не хотите, не надо. Больше ко мне не подходите. То есть, ведь можно как? Вот, товарищ Сенков, у нас всегда, он, от противного. Ну, с чего ты там? Потому что начинается, вот они, вот они. А ты сформулируешь, что ты это хочешь, что это они, брось ты это делать. Вот он повторяет предрассудки все буржуазные, ну, и приходи ко мне. То есть, можно дифференцировать, сказать, что я с вами говорить не хочу, вы такой темный человек. Вы сказали ему, а другие не захотят попасть в эти темные. Это уж я вам хочу сказать, как преподаватель. Если вы хотите кого-то в коллектив поднять, вы найдите такого человека, который выразитель всего темного в этом коллективе. И по нему дайте. И от него все стали отстраняться. Потому что как-то вот не хочется подпадать под такое. А вы не пожалеете красное. Да что ж ты темный человек? А почему должны главить людей, которые встают на позицию работодателя? Другое дело, что не надо всех. Вот всем я никогда не скажу. Вы все такие рассекеи, но тогда вы противопоставим себе коллективу. Вы противопоставьте и его коллективу. Вот как бы всех союзников возьмите и скажите, мы-то вот хотим вот этого, а ты чего хочешь? Ты хочешь, значит, сдохнуть на этой работе, и чтобы дети твои сдохли после этого. Можете и порезче сказать. И вот тогда вы когда дифференцируете, скажете, от него отстраняться, поближе к вам будут. Поближе к вам будут, тогда вы начинаете говорить, ну, ребят, давайте, вот эта жизнь-то наша, хорошая. И тогда начнется то, о чем мы говорим. Да разве это же, когда мы-то все уврем? Да что это уврем-то? Это, смотри, это люди-то живут по этому уже. 20 лет живут, а вы-то что? Но когда идея владевает массами, она становится материальной силой. Это означает, что когда владеет, вот тогда люди будут готовы к забастовке. И поэтому еще раз говорю, что это дело, вот правильно говорить, дело, так сказать, перехода к забастовке, это такое большое дело, пока вы не победите в своем коллективе. Как это говорил Владимир Михайлович, да, что линия фронта между работниками и работодателями проходит в самом коллективе. Вот пока вы коллектив не завоюете, не сутитесь вы к этому работодателю ни с чем. Ни с объявлением создания профсоюза. Ни вот с этим. Потому что это тогда последнее дело. Он выплюнет, вытрет, скажет, ну вот такой секоль. Не надо соваться, завоюете коллектив. Долгое время, ну что делать? Ну, а где-то быстрее пойдет, а где-то больше. Но зато вы будете авторитетным человеком в своем коллективе. Тогда, тогда вот. Просто ответ такой, короче говоря, не надо перескакивать через этапы. Да, нужно я добавлю. Добавить. Если говорить о... Не-не-не-не, вы всегда одного бейте. Не то, что больше всего, а одного. Продолжение. Если говорить о последствиях, Вот это вот, так сказать, ближайшие последствия, да? То есть, понятно, что ближайшими последствиями отказа от борьбы, в том числе, в первую очередь, заключения прогрессивного коллективного договора, является то, что жизнь конкретного человека и жизнь коллектива, она будет не улучшаться, а ухудшаться. Потому что работодатель раз за разом будет, так сказать, отнимать еще. Это первый момент. Это, так сказать, локальное такое последствие. Но есть последствия широкие, в том числе, для всей страны в целом. Мы видим, что сейчас, вроде как, формально государство занимает нейтральную позицию. Да, и оно, в принципе, во всех развитых капиталистических странах, то есть, принцип невмешательства, так называемый. И это позволяет поддерживать определенный баланс интересов в обществе. У нас в России, несмотря на то, что формально государство тоже, вроде как, стороне от производственных комплектов, то есть, оно не вмешивается напрямую. Принцип невмешательства провозглашен и принцип социального партнерства. На деле мы видим, что законодательство построено таким образом, что все преимущества находятся на стороне работодателя. И это создает крайне нежелательный перекос в социальных отношениях. То есть, это позволяет работодателям, а мы знаем, что при капитализме главный интерес – их получение прибыли. То есть, по сути дела, это получается такой односторонний насос, который выкачивает эту прибыль и выкачивает ее не в интересах России. И в том числе и финансовые, потому что заработная плата, извините меня, которая выплачивается работникам, работникам, она остается здесь, в стране. И она способствует развитию экономики России и укреплению нашей страны. А все, что остается работодателем, выводится в итоге за рубеж. То есть, наша страна слабеет из-за того, что государство предоставляет работодателям преимущественно по сравнению с работниками. И, конечно, если этот перекос не будет устранен, то вот эти жадные до прибыли работодатели, они просто сметут саму страну. Мы знаем пример, это уже был в феврале 2017 года, когда буржуазия пришла к власти и привела в итоге страну к полному разрушению. Но мы знаем, что произошло в дальнейшем, поэтому я думаю, что рабочая партия России не даст этому свершиться. Это вот нота, я хочу продолжить поддержать. Нота патриотизма. Если ты, значит, даешь себя гравить и так далее, и вывозить, и скочерей, и твои дети, дети не рождаются, потому что здесь заработная плата. Ты ведешь к тому, чтобы нашу страну взяли голыми руками. Ну, смотри, как уже с нами обращаются. Как уже, значит, с представителем государства обращаются? Это, говорю, войной пахнет, а ты тут собираешься, значит, вот так все отдавать. Нет, ты, значит, пособник фашиста. Фашистов ты. Ты друг Байдена. Иди отсюда, друг Байдена. Не подходи ко мне больше. Ну, я бы в чем говорила. Ну, тут это подвигается насмешком таким, в духе... Нет, это не... Чего тут сидите, страна-то вся, потому что очень многие... Никита, вы никогда всех не переведите. Ваша задача, значит, вот этого вычлени и приблизить себя людей, которые к вам близки. Он там главный, с ним фиг поспоришь. Он выходит и говорит, что он смеется над этим, он говорит, страна в разрухе, а вы тут сидите смеетесь. Ну, и вот такие вот подходы. Потому что очень многие к этому апеллируют, дескать, политики нечистые народы, всякие буржуары. И вы апеллируете. Они-то манипулируют, а вы искренне болеете за страной, это видно. Если за свой завод не болеешь, значит, ты за страной не болеешь. Руки, чтобы все за поддерживали. Ну, вот, грубо говоря, работодатель всегда какую-то инициативу проявляет. А давайте побольше поработаем, а давайте еще чем, а давайте вас задушим. А как бы со стороны работников идет постоянная поддержка этой инициативы получать. Ну, они же, ну да, давай, давай, да. То есть все эти инициативы на убийство самого производства, рабочего класса, так далее, идут оттуда, да, ну, у них понятно почему, там они персонифицированный капитал, они отражают его суть. Конечно. А работники-то какую суть отражают? Они должны свою суть отражать, получается. Поддержка их инициатив. Даже несмотря на то, что у нас благоприятный город производства, и там все такие довольные ходят в евроремонте. И ремонт постоянно идет вообще. Целый год что-то меняют и меняют. Особенно в администрации. Андрей Атович, так мы говорим, что... А все равно вот, вы замечаете, замечаете, говорят, ну, понимаете, что вот вам там должны в два раза, по закону написано, в выходной, а вам просто у нас полторы тысячи там платят, если вышел в выходной, все. Ну, это же не средняя твоя зелье. Твоя средняя зелье 2 500 там где-то в день, да? Тебе должны 5 тысяч заплачить. Ну, все равно вот как-то... Ну, я не понимаю, ну, кажется, им хорошо делают все. Касательно фашизма, были такие замечания, я не хочу их называть угрозами, но такие намеки, что, дескать, а если вы будете вот так вот бороться, вас фашисты побьют. Вы же понимаете, что у нас все пражи здесь. Ну, конечно, это делали... А ты что, делали люди близких начальству? А ты что, полицаи что ли? Ты в полицаи что ли запишешься? Вот тот, кто сказал. Полицаи запишешься? Ну, он что ли? Как себя позиционирует, ребята? Ну, они не должны... Ну, что мы будем как они, давайте как мы. Наша задача... Вот с чем коммунисты отличаются? Ну, стойкость проявляют. Что значит, что я... Вот я хочу сказать, вы вот то, что рассказываете, вот вы рассказали бы людям, вот, нет, Владимир Михайлович, которые в начале 90-х были, в конце 80-х, в начале 90-х. И это я вам хочу сказать, вот то, что вы рассказываете, это цветочки. Они вроде как-то так вот... А там к ним шли просто и говорили, ты коммуняк, а ты сволочь. Вот так вот свои товарищи шли. Еще и можно было. И что? А вот они, сказать, оставались коммунистами. И потом уже, знаешь, так тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где эти люди? Антикоммунисты? Ну, надо стойкость... Вот это называется коммунистом быть. Ну, что делать? Ну, сейчас такое настроение. Настроение меняется, оппозиция у нас постоянно. Да, 40-х за коммуниста убивали. Да, тоже. Наши сражались уже по-другому. Это тоже можно понимать. Уважаемый товарищ, ну, вот это, как говорится, что есть пища для размышления... Наша конференция... Решить не подвести только к этим дискуссиям. Наша конференция еще дала пищу для размышления последующих. Это вполне, так сказать, естественно и говорит об ее успехе. Значит, на этом решить вот эту часть нашей конференции завершить. Сказать, что через год, я думаю, что мы немножко поменяем ритм. Весна, наверное, на весну. Состоится следующая конференция. Может быть, я даже постараюсь считать, какая, хотя это, наверное, не так важно, 20-я или 19-я, да, традиционная конференция. И, разумеется, мы приглашаем всех, кто сегодня участвовал и тех, кто захочет в ней поучаствовать к работе нашей конференции. Может быть, мы тогда еще регламент немножко увеличим тут вот, так сказать, по времени, да, чтобы... А если будут еще докладчики? Хочу. Хорошо. Хотя тут никто особенно не рвался и так, как-то, видно, хотели посмотреть на нас. Можем ли мы... Готовиться к РКР. Да, можем ли мы, так сказать, представлять вот научно-константы на РКР. По-моему, мне кажется, вот такое отношение к нам никто не оборвал, не остановил, говорит о том, что вроде как можем. А в следующий раз мы, может, мы будем более сжато это рассматривать. Тогда спасибо за работу и делаем перерыв до следующего года. Проверите нашу конференцию. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok